Здравствуйте, уважаемые ученики 4-х, 5-х, 6-х классов! Мы факультативно продолжаем изучать историю России от древних времен до 17-го столетия. 39-е видео занятие по теме «Культура Древней Руси и ее единство». Культура Древней Руси, единая для северных и южных земель государства, имела два мощных источника, питавших ее творческие силы и самобытность. Она, как огромное дерево, вырастала из глубоких языческих корней, омываемых новыми водами христианства. Это определило долгое сохранение в быту, искусстве и духовной жизни народа, двоеверие, сочетание нового религиозного сознания со старыми языческими образами и символами. Эпоха Древней Руси была блестящим временем в истории нашей культуры, достижениями которого сейчас по праву могут гордиться три славянских народа – русские, белорусы и украинцы, чьи предки всегда жили в этом обширном и могущественном государстве. По большому счету это был один народ, а именно восточные славяне, русские. Ибо украинцы и белорусы, а вернее сказать малорусы и белорусы, они генетически были едины, это был один народ. И проще их всех называть – великорусы, малорусы и белорусы. И предки их, этого три единого народа, жили в едином, обширном и могущественном государстве. Начнем культуру Древней Руси, ее неверно называть Киевской Руси, верно называть Древней Руси. Начнем изучать с фолклора и песенно-музыкальной культуры. Наличие в Древней Руси богатой устной народной поэзии подтверждается свидетельствами памятников Древней Русской письменности. Эти сведения хранят летописи и постановления церковных соборов. В церковных словах и поучениях упоминаются празднования Каляды и Купалы, Русалей, Масленицы и многих-многих других праздников. А в связи с этими праздниками упоминаются и песни, и пляски, являвшихся частью поганских обычаев. Так, например, в поучении Зарубского старца, это 13-е столетие, говорится об игре на гуслях как части языческих обрядов. В другом же поучении осуждается то, что играют русалии, притом скоромощные пьяницы кличут. Скоромошество, или скоморошество, осуждалось церковью и преследовалось княжеской властью, так как, с одной стороны, скоморохи являлись носителями язычества, а с другой оскорбляли правителей тех или иных земель. В канонических ответах митрополита Иоанна II священникам повелевалось уйти с пира, когда там начинается играние и плясание, а также гудение входящим. Погребальные обряды, совершавшиеся в христианской Руси по канонам новой веры, сопровождались берущими свое начало еще в языческие времена причитаниями по умершему. Нередко записи плачи мы находим в летописях, причем оплакивать покойного и выступать над гробными причитаниями могли как женщины, так и мужчины. Так в летописи приведено описание похорон князя Изяслава Ярославича 1078 год. И запись плача его сына Ярополка. Он так этот плач переводил. «Оче, отче мой, что если без печали прожил на свете всем, но многие напасти принял от людей и от братьев своих, сейчас же погиб не от брата, но за брата своего положил голову свою». Летописные рассказы 13-го столетия говорят о том, что поэзия надгробного плача достигла на Руси очень высоких уровней художественного развития. Летописи и другие письменные источники содержат исторические пословицы, связанные с фактами политической жизни Руси. Например, «Погибли аки обры» или «Радимичи володжа хвост бегают» или «Беда аки в родне». Немало записывали древние авторы и бытовых пословиц, часть которых в течение многих веков продолжала жить в русском фольклоре. Например, «Не погнеть шепчел, меду не едать», то есть не подавя соты. «Если повадится волковцам ходить, то выносит все стадо, пока не убьют его». В пословицах выражалась мудрость народа. «Если кто и много проживет, смертенные забудет». А его моральные принципы лучше на своей земле костьми лечь, чем на чужой во славе быти. Особое место фольклория Древней Руси принадлежит загадке. Этот жанр загадки создавался нашими предками вовсе не для развлечения, а как тайный иносказательный язык, доступный далеко не всем и содержащий в зашифрованном форме сведения об окружающем мире. В Древней Руси было широко распространено сказки, один из древнейших видов фольклора. В русской летописи 11-12 столетий есть много преданий, близких к сказкам, использующих чисто сказочные мотивы и образы. В летопись проникают и сказочные выражения. В течение многих поколений русскому летописанию предшествовали неписанные устные традиции, то есть исторические предания, рассказы о прошлом. Эти фольклорные, то есть относящие к устному народному творчеству источники были использованы русскими летописцами. Примерами устных рассказов, занесенных в летопись, является предание о Киечке и Хариве и их сестре Лыбиде, а также многочисленные рассказы о князе Олеге, о его походах на Царьград, а также смерти от укуса змеи и так далее. О местье Олега Ольги Древляна, о единоборствии Мстислава и Редиде. Многие из этих преданий носят явно сказочный характер, как, например, рассказ о Белгородском Киселе. В Лаврентьевской летописи есть исключительно интересные упоминания о Яне Вишатиче, хранившем подобные устные предания и рассказы. От него же, говорит летописец, и я много слышал и писал в эту летопись. Очень большое значение в культуре Древней Руси также отводится к блинам, то есть одновременно с письменной историей создавалась и устная история о поразивших народное сознание события. Она жила в форме преданий или песен, или глава снова тех блин, которые были записаны много веков спустя. В блинах так называемого древнерусского, иногда называют киевского, цикла, дошедших до нас в записях 17-18 веков, заметно наслоение различных эпох, даже отражение событий 15-16 веков. Как Киев, так и князь Владимир Красное Солнышко упоминаются в блинах более позднего времени, однако можно выделить ряд блинных сюжетов, в основу которых легли не дошедшие до нас эпические песни Древней Руси. Таковыми являются прежде всего блины о Добрине Никитиче, Добрине Сват и Добрине Измей, имеющие общую историческую основу с летописными известиями о Добрине, дяде Владимира. Наличие летописного рассказа о том, как Добрыня сватал Владимиру дочь полотского князя Рогнеду и былин, в которых Добрыня выступает в качестве свата, добывающего благодаря своей силе, ловкости и находчивости невесту для князя Владимира Красное Солнышко, свидетельствуют, что на Руси жили предания и песни, ставшие основой народного сказания и исторической прозы летописца. Идеальными чертами наделяются мудрый правитель Владимир и окружающего его богатырская дружина. Образ богатыря отвечал народным идеалам. Микуля Селенинович, богатырь-крестьянин, прежде чем вступить в дружину князя, посрабляет ее. Его соловую кобылку не могут догнать борзые кони дружинников, а сами дружинники не могут справиться с его сошкой. В условиях жестоких усобиц, постоянных нападений врагов, народ идеализировал времена князя Владимира как период единства и независимости Руси, охранявшиеся могучими богатырями. К древнерусскому циклу или киевскому циклу следует отнести некоторое поэтическое сказание о белье Муромце, впоследствии ставшем наиболее популярным героем русского эпоса. Певцы эпических песен высоко почитались на Руси того времени. Имена наиболее талантливых из них были известны и сохранились до наших дней. О певце Баяне упоминает слово о полку Игореве конец 12-го столетия. О славутном певце Метусе говорит Волынское летопис 13-го столетия. Защита православных святынь, вдов, сирот, освобождение русских полонов. Вот те героические подвиги, которым посвящают себя богатыри. А так как были на этой истории, рассказанная самим народом, то именно эти подвиги на протяжении веков считались на Руси наиболее почетными. Славяне с глубокой древности привыкли петь и во время работы, и в походах, и на праздниках. Песни, музыка входили в обряды бракосочетания и похорон. Характеризуя быт древних славян, летописец указывает, что они устраивали игрища между сел, сходились на игрища и на плясания, и тут умыкали себе жен, кто с какой уговорился. В житии Феодосия Печорского Нестор рассказывает, как бесы смущали Феодосия. Феодосий собрался отдохнуть в дух, раздался шум, это появились бесы, на колесницах едущие, в бубны бьющие и в сопеле сопящие. Феодосий запел псалмы, и бесы исчезли. Таким образом, бесы питались соблазнить Феодосия, устроив перед ним песни, музыку и танцы. Те же виды народных развлечений были приняты и среди киевской знати. Богатые люди могли себе позволить обзавестись прекрасными музыкальными инструментами, приглашать наиболее талантливых исполнителей, привносить в свои развлечения элементы византийской музыкальной культуры. Однажды, как рассказывает Нестор, Феодосий по приглашению князя Святослава Второго Ярославича пришел во дворец. Войдя в хоромы, где находился князь, он увидел то же зрелище, которым его соблазняли бесы, играющих перед князем музыкантов и веселяющихся людей. Князь не собирался от этого отказываться, несмотря на то, что Феодосий его осудил. Святослав Ярославец сделал только одну уступку, он приказал прекращать музыку и пение во время посещения княжеского двора Феодосии. Боярский двор в этом отношении не отличался от княжеского. Известное описание пира у богача 12-го столетия в слове о богатом и убогом. В одном из вариантов слова там так описывается пир Гальморжи. Чаши серебряные великие позлощенные кубки котлы питье же многое мед квас вино мед чистый питья обносятся с гуслями и свирелями веселья многое ласкавцы смехословцы плясания мерзости вопли и песни. К сожалению современные ученые не могут восстановить ни песенных мелодий ни танцев ни мотивов инструментальной музыки нашей древности. Однако есть основания считать, что наиболее древние образцы песен сохранились в Курской, Орловской и Брянской областях, а также в некоторых местностях Белоруссии и Украины. О музыкальных инструментах, которыми пользовались наши предки, можно судить по изображениям на фресках лестничной стены, ведущей на хоры Софийского собора в Киеве. Там изображено множество старинных инструментов, в том числе дудка, деревянные рожки, трубы, гудки и гусли. Изображение театральных действий также сохранилось на фресках Софийского собора. Представленные здесь артисты действуют на подмостках в закрытом помещении, на что указывает потолок, в то время как другие изображаемые сцены происходят под открытым небом. Выступают плясуны из комарухи музыканты. Музыканты играют на трех родах инструментов, а именно двое на трубах, двое на струнных лютней гуслях и один из плясунов бьет в накры ударный музыкальный инструмент, другой же играет на флейте. Художник поместил двух музыкантов в медаленных изображениях и можно считать древнейшим русским портретом артистов. Там изображен, между прочим, музыкант, играющий на смычковом инструменте, напоминающем скрипку. Особое место в музыкальной культуре Древней Руси занимала церковная музыка, распространяя христианство, увеличивая число церквей, князья стремились придать богослужению возможно большую величественность и пышность. Музыке при этом отводилась также очень важная роль. Кроме принесенных из Византии на Руси были созданы оригинальные церковные напевы, так называемые знаменитые распевы. На Руси не был воспринят византийский способ записи нотных знаков, и это позволяет предположить, что еще до появления византийской церковной музыкальной традиции на русской почве существовали собственные приемы записи музыки. Задание на дом. Первый вопрос. Почему устное народное творчество, песни, пословицы, загадки и сказки хранили черты древнего язычества? Второй вопрос. Отражают ли русские былины подлинные исторические события? Третий. Какую роль в жизни Древней Руси играла музыка? Четвертый. Почему церковь осуждала веселую музыку, песни и пляски? Пятый вопрос. Кто слушал церковное пение и может что-либо сказать о нем? Спасибо за внимание. На следующем занятии в видеоуроке 40 мы с вами изучим тему письменность Древней Руси. До свидания. Субтитры 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 Субтитры